Смоленская АЭС На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленской АЭС сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». В работе 26 энергоблоков, в ремонте 11 энергоблоков. Фактическая мощность на сегодня на утро 20,127 мегаватт, что составляет 100,7%. О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе все три энергоблока. Нагрузка суммарная 2937 мегаватт. За 9 дней августа энергоблоками Смоленской АЭС выработано 564 миллионов киловатт-часов, что превышает плановое задание на 191 миллион киловатт-часов. С начала года выработка составила более 13 миллиардов киловатт-часов. Сверхплана – 477 миллионов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Ремонт энергоблока номер 2 Смоленской АЭС выполнен на оценку «Хорошо». Такой вывод сделала комиссия эксплуатирующей организации, в которую вошли эксперты профильного департамента концерна «Росэнергоатом», акционерного общества «Атомэнергоремонт» и коллеги с Курской и Белоярской АЭС. Текущий ремонт второго энергоблока проходил на Смоленской АЭС с 10 апреля по 8 июня 2021 года. В ходе ремонта были полностью выполнены все запланированные работы по обслуживанию и диагностике оборудования, модернизации, направленные на повышение его надежной и безопасной эксплуатации. Использование инструментов производственной системы «Росатома» грамотное планирование позволили сократить сроки ремонта на трое суток, что принесло дополнительную выработку в объеме 33,5 миллионов киловатт-часов электроэнергии. «Работа комиссии по проверке качества текущего ремонта энергоблока номер 2 Смоленской АЭС проводилась в соответствии с приказом концерна «Росэнергоатом». Мы регулярно эти оценки проводим, мы подтвердили оценку хорошо, оценка качества выполнения ремонта этого энергоблока». Целевые показатели по качеству и срокам ремонта энергоблока номер 2 были достигнуты благодаря четкому взаимодействию персонала станции с подрядными организациями и прежде всего с генеральным подрядчиком – Смоленским филиалом «Атомэнергоремонт». «В целом, увиденное понравилось. Убедились в том, что та система 5С, которую мы внедряем в своих филиалах, на рабочих местах, мастерских, в кладовых, она действует, функционирует и приносит очень существенный плюс, вносит свой вклад в дело безопасности и повышение качества ремонта». Как реализуется соглашение о сотрудничестве между госкорпорацией «Росатом» и администрацией Смоленской области, предмет которого – социально-экономическое и инфраструктурное развитие Десногорска? Этот вопрос мы задали главе муниципалитета Андрею Шубину. Не случайно встречаемся для интервью в Атомпарке. В 2021 году именно здесь воплощаются в жизнь идеи и договоренности. «Благодаря этому инструменту, взаимодействию между «Росатомом», концерном «Росэнергоатом», Смоленской атомной станцией, с субъектом в лице губернатора Алексея Владимировича Островского, генерального директора концерна Андрея Петрова, с такими совместными усилиями мы стараемся как можно больше привлечь финансовых средств в город, для того, чтобы жить в городе стало еще комфортнее». Документ, о котором идет речь, предусматривает выделение целевых средств из бюджета Смоленской области за счет налоговых отчислений предприятий «Росатома» на реализацию конкретных социально значимых мероприятий. Один из приоритетов, который определён дорожной картой 2021 года – строительство Атомпарка площадью 4 гектара. На берегу водохранилища возводятся модульные павильоны, многофункциональный комплекс, амфитеатр, игровая площадка, образовательный блок, арт-объекты, пешеходные тропы, дендрарий. Будут лавочки и освещение. Главные принципы новой общественной территории – экология, безопасность, разнообразие форм досуга. Уже в сентябре она должна быть открыта. Глава города подчеркнул, что Атомпарк – проект весьма дорогостоящий, и средства на него привлечены из разных источников. Как победитель конкурса Минстроя Десногорск получил 70 миллионов рублей из федерального бюджета. 20 миллионов рублей направлены из области по соглашению с атомной отраслью. Ещё 25 миллионов рублей – благотворительная помощь Росэнергоатома. 38 миллионов рублей – вклад города, который стал возможен благодаря успеху в конкурсе фонда АТРАЭС – «Лучшее муниципальное образование». Оба подрядчика идут в графике. Да, есть небольшие нюансы, но, так сказать, технически здесь мы решаем в рамках рабочих групп. Совещания на этом объекте проводятся еженедельно. Атомпарк-2 у нас в планах на 22-23 год. То есть, 22-й год принятия участия и начало строительства, ну и в 23-м году, соответственно, окончание. Надеюсь, что в ближайшие годы вот эта вся территория до городского пляжа, она, соответственно, существенно преобразится. Ведь мы думаем не только о том, как построить этот объект, в том числе и чтобы сохранить. На Смоленской АЭС состоялись соревнования добровольных пожарных формирований. 20 команд, состоящих из сотрудников Смоленской АЭС, филиала акционерного общества «Атомэнергоремонт» и «Атомтранс» с утра вышли на площадку пожарной части номер один. Событие объединило свыше 150 человек – спортсменов, судей, болельщиков и организаторов. Инженеры, операторы, дефектоскописты, слесари, машинисты, обходчики, мастера – все должны знать, какие меры нужно принять до приезда пожарных. Так положено на объектах «Росатома». Соревнования и предваряющие их тренировки как раз и призваны отточить, готовность грамотно и безопасно взаимодействовать в нештатной обстановке. Соревнования добровольных пожарных дружин проводятся с 1981 года. Фактически ни одного года не было перерыва, если не считать 2020 год. Традиции мы чтим, традиции соблюдаем. В свое время я принимал участие в 1989 год в таких соревнованиях, еще будучи машинистом, обходчиком турбинного цеха. Я считаю, что традиции эти надо поддерживать. И помимо того, что это повышает, так сказать, боевую готовность добровольно-пожарных дружин, это сплачивает коллектив, это формирует общие ценности в подразделениях и служит общему делу. Все команды успешно справились с препятствиями 100-метровой эстафеты. У каждого спортсмена в боевом расчете был свой отрезок дистанции и своя задача. Преодолеть высокое ограждение, облачиться в экипировку пожарного, потушить горячую жидкость, пробежать по узкому буму, поразить мишень струей воды из пожарного ствола. Все этапы по-своему сложны. Соревнования прошли достаточно организованно. Команды подготовлены в основной массе своей. Они показали достойные результаты. Выделить победителя сложно было. Разделяли доли секунды. Среди мужчин лидировала команда «Безопасность». Второй пришла к финишу команда «Реакторного цеха». Третий – отдела радиационной безопасности. У женщин кубок победителя достался «Смоленск Атомэнергоремонт». Серебряным призером стала «Безопасность», бронзовым – «Атомтранс». Лучшими в тушении стали Александр Селянин с результатом 3,98 секунды и Регина Федюкова – 5,42. Большое спасибо, конечно же, своей команде. Она у нас уже не меняется на протяжении очень многих лет. Балансированный состав, упорные тренировки. И, соответственно, спасибо болельщикам и соперникам, которые нас мотивировали для того, чтобы мы смогли достичь такого результата. После этих соревнований мы, соответственно, продолжаем свою подготовку уже непосредственно к выездным соревнованиям, которые будут проходить на территории Калининской атомной электростанции. Мы на данных соревнованиях участвуем не первый год. И в этом году мы выпустили даже две женские команды, одну мужскую. Два года назад у нас мужская команда победила. В этом году женская решила не отставать и догнать мальчиков, и занять первое место. Упорные тренировки, старания, много проблем, поддержка детей, родных, близких. И, в принципе, немножечко удачи. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями из жизни станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте росэнергоатом.ру, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова